Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс и сегодня мы поговорим о тех самых консолях срачах. Для кого-то это повод поглумиться, но для кого-то невыносимое явление, которое просто не дает спокойно общаться и читать иные консольные мысли в интернете. В общем, на эту тему я хотел бы сегодня в последний раз выговориться, ну а также посмотреть на ваш фидбэк в комментариях и почитать, что вы думаете по этому поводу, ибо у меня все-таки есть надежда на то, что часть адекватной аудитории, которая не поменялась со времен Xbox One, все-таки осталась. Поэтому не стесняйся писать свои мысли в комментах. Если вдруг вам понравится моя позиция по этому поводу, то прожимай лайк, если хотите поддержать канал, не забывайте подписываться, ну а также, как всегда, забирайте подписку Кинопоиск HD на 90 дней. По моему промокоду вы сможете совершенно бесплатно смотреть фильмы, сериалы, мультики целых 90 дней. Ну а также получите полный доступ к Яндекс.Музыке и к скидкам сервиса Яндекс. В общем, если что, ссылочку на активацию я оставлю, как всегда, в закрепленном комментарии, и давайте начнем. Начну, пожалуй, со времен восьмого поколения. Для меня поколение консолей Xbox One и PlayStation 4 запомнилось очень и очень хорошо. Ну, считайте, это было начало моей YouTube-карьеры, и те времена меня поистине заставили углубиться во всю суть консолей, поскольку тогда у меня хотя бы был доступ в интернет, и я мог читать актуальные новости и комментарии. Да, во времена Xbox 360-го, к сожалению, я не имел такой возможности. Знаете, до выхода в интернет я никогда не думал, что видеоигровой консольный мир может быть наполнен столь огромной ненавистью и желчью, казалось бы, аналогичной платформе и к их обладателю. В году 2013-2015, уже не знаю, как это было раньше, был, пожалуй, самый бум на все эти консоли срачи, поскольку появился Этипедия, был Фостерс, и они нехило так сбаломотили всю эту тему и очень хорошо набрали аудиторию. Кстати, к парам я отношусь совершенно нормально, не думайте. В тот момент, вернее, через года где-то полтора, после официального выхода Xbox One, я тоже начал делать контент, но он касался исключительно консолей Xbox One. Я никогда не забуду те времена, поскольку по какой-то причине, вот, ну, просто так сложилось, было просто модно хейтить Xbox One за все, что только можно. И именно в тот момент большинство обладателей Xbox 360-го купили себе PlayStation 4. Да, на то были причины в виде более быстрого старта консоли, цены и так далее, но, честно, было как-то грустно сновать, что большинство тех, с кем-то играл в ту же гирю на Xbox 360-ом, просто взяли и ушли на другую платформу и больше не играет в ту самую игру. Это, знаете, было ощущение, будто ты теряешь друзей, поскольку они уезжают в другой город, ну, что-то подобное, короче. Ну, а я на то время остался тем челом, который был верен платформе Xbox и который пережил на Xbox эпоху Дона Метрика. Почему, в принципе, я пошел по пути, а именно контента по Xbox? Ну, потому что мне безумно нравился тогда Xbox и я хотел просто открыть людям глаза на эту платформу в таком свете, в котором ее никто не замечает. Да, если бы я тогда топил бы за Sony в общем хайпе, скорее всего, я бы набрал бы намного больше аудитории, но по характеру я почему-то всегда иду против толпы, ибо есть своя голова на плечах. За столь продолжительное время я считаю, что у меня все-таки отчасти получилось это сделать, а именно открыть людям глаза на Xbox. Но вы не поверите, как это было тяжело, поскольку во всем СНГ Xbox One, ну, просто мешали с говном. Знаете, в то время, если ты купил Xbox, ты был, по мнению большинства, ну, где-то на уровне обезьяны или дегенерата, и лишь единицы могли нормально выразить свое мнение по этому поводу. Да, Xbox One на тот момент получился не идеальным для многих еба 720p, первые сливы экзов на ПК, смерти кинекта, но по факту Xbox Series это прямое продолжение того же Xbox One, но более мощное. И, по сути, все эти различия и отличия от конкурентов все равно являются плюс-минус одинаковыми. Вспоминая зарождение нашего сообщества, все эти истории и ситуации, вспоминается и та самая адекватная аудитория. В те времена, среди обладателей Xbox One, если кто-то не знал, почти не было тех, кто устраивает байты или срачи. Эти любители, обладатели и фанаты Xbox были простыми обывателями консолей, которые вообще не видели смысла в каком-то сраче, ну, а также доказывание позиций, чья консоль лучше. Да, понятное дело, что иксбоксеры это была более защищающая сторона, им как бы не было смысла возникать вообще, поскольку все-таки масса давила хейт им на Xbox. Но мне очень приятно было осознавать, что все же есть люди, которые могут здраво смотреть на вещи и не идут на поводу тупых школьников, и самое главное, могут аргументированно обосновать свои мысли и взгляд на ту или иную ситуацию по поводу консолей. Просто, знаете, если у кого-то был Xbox, если что-то кому-то там не понравилось в той или иной платформе, было много людей, которые могли просто спокойно и аргументированно объяснить свою позицию. За все эти годы и за счет нового Xbox, консоль и сам бренд очень сильно набрал обороты, и, наверное, уже с года где-то 2017-го, люди начали понимать, что, оказывается, в Xbox есть тоже огромные плюсы. За это можно, в принципе, сказать огромное спасибо Филу Спенсеру, ибо его грамотная стратегия позиционирования подняла Xbox с колен, и это бессмысленно отрицать. Ближе к выходу новых консолей, я понимал, что, скорее всего, Xbox склонит любой пользователь в свою сторону, и, по крайней мере, это произойдет в СНГ. И его, наконец-таки, не будут считать такой бесполезной железякой 720p. Это, в принципе, так и случилось, но от пользователей я не ожидал такого поворота. Поворот касается всех тех же консолей срачи, но они повернулись совершенно в другую сторону, в сторону моду хвалить Xbox и засирать PlayStation. Да, на данный момент политика Xbox действительно большинству больше симпатична, чем политика PlayStation, но я никогда не думал, что сторона Xbox, которая была в большей степени адекватнее, спокойнее, просто ждала некого ответного удара. По сути, консоли срачи, они никуда не ушли, просто они обернулись в другую сторону, а именно в хейт-плойке и хвальбу Xbox, хотя ранее Xbox, наоборот, хейтили, а PlayStation хвалили. Читая комменты в последнее время, я, если честно, поражаюсь, как те самые адекватные пользователи Xbox вдруг стали теми, от кого бесились и называли конченными фанатиками. Да, понятное дело, что поголовно их не выделить, но в массе ощущается именно так. Какие-то бессмысленные срачи, байты, засирания другой платформы, когда это, в принципе, вообще не требовалось, ну, как-то вот, знаете, ну, на самом деле печально. Глядя на всю эту ситуацию, у меня всего лишь один вопрос, а в чем смысл этого? Да, еще понимая смысл прикалываться над фанатиками, которые капец как заблуждаются и несут полную фигню, но тут же начинается такое, что обладатели Xbox иногда сами начинают срачи и обсирание чего-либо. То кому-то Рэйчет не понравился, то кому-то Человек-паук не понравился. Знаете, когда кому-то что-то не нравится, это как бы, ну, нормально, потому что сколько людей, столько и мнений, но когда идет простой хейт, но лично мне это непонятно. Знаете, бывает еще доходит до такого, что в последнее время я реально не понимаю, кто байтит, а кто реально больной, ибо иногда идет такая вот ситуация. Если вдруг кому-то и не понравилось, даже иксбоксер, да, ну, тому человеку, который владеет иксбоксом, в иксбоксе не понравилось ему, и он это адекватно аргументирует со словами «я считаю», «мне не понравилось» и так далее, и пользователь в этот момент, вместо того, чтобы кинуть ему аргументированный ответ и как-то обосновать, в чем он может быть неправ, в чем ошибается, его сразу же скрещивают с Сонебоем. Типа, знаете, что бы ты сейчас ни сказал про Хейла, ты Сонебой. Если тебе не нужен иксбокс геймпасс, да, или какая-то игра у тебя уже есть, ты также Сонебой. Такая вот тенденция, если честно, меня калит капец как, поскольку она не дает возможность обычным пользователям просто высказаться, ибо на тебя просто полетит такой же необоснованный хейт, и такие же фанатики это сразу же поддержат. И еще раз напоминаю, ребят, что сколько людей, столько и мнений, и если вдруг что-то кому-то не нравится, просто пройдите мимо или аргументированно ответьте, зачем устраивать срача. Просто, знаете, я лично все еще не понимаю, почему и для чего, а самое главное, какой истинный смысл кому-то с пеной у рта доказывать, что именно твоя любимая платформа считается лучшей. Смешнее всего за этим наблюдать, когда ты знаешь, что два главных конкурента, иксбокс и пластейшн, не имеют ненависти к друг другу. Ибо видеоигры, по большему счету, созданы для того, чтобы просто дарить людям положительные эмоции, ну а также объединять людей в тех или иных онлайн баталиях и тому подобных мероприятиях. Почему произошла такая тенденция? На мой взгляд, все потому, что и раньше. Иксбокс стал дешевле, как в свое время плейсэшн 4, она вошла в массы, кто-то ее купил там в подарок своему сыну, ну а тот давай везде писать, что у него все самое офигенное, а остальное все отстой. Плюс, наверное, опять же, оправдание выбора. Также, одна из причин всех консолей срача, я считаю, что это как раз-таки перебежка сторон. Что те же самые ребята, которые с пеной у рта топили заплойку, поняли, что иксбокс оказывается более выгоден и ничем не уступает. Да, как бы тупо это ни звучало, но мне кажется, что большая проблема у всех этих срачей это те же самые сунебои, которые стали билибоями. Звучит тупо, но если вы вдумаетесь, смысл в этом действительно есть. И тут я напоминаю, что сунебой и билибой это диагноз, а не просто обладатель той или иной платформы. И совсем не обязательно, если вы играете, к примеру, на иксбоксе, вы билибой. Билибой и сунебой это отбитый фанатик, у которого прещется желчь на другую игровую платформу и который не видит вообще никаких минусов в своем выборе. Это важно понимать, поскольку у многих сложилось такое мнение, что если кто-то купил плойку или там иксбокс, то он автоматом становится сунебоем или билибоем. Нет. У меня, кстати, даже сложилось в последнее время впечатление, что обладатели сунебой в большинстве своем стали, наверное, спокойнее, поскольку поняли самый главный смысл. Купи ту платформу, которая тебе больше всего нравится и будет твоей души счастья. По такому принципу всегда жили обладатели иксбоксуан и по такому принципу я всегда вел и буду вести дальше свой канал, даже несмотря на все эти модные тенденции консоли срачей. Поскольку в защите своего выбора я не вижу вообще никакого смысла, ибо самое главное, чтобы он просто нравился тебе. И знаете, самое главное, нужно уже давным-давно понять, что иксбокс и пластейшн это все еще две аналогичные платформы со своими минусами и плюсами. Везде есть доля счастья, но также везде есть доля обмана, и самое главное, просто каждый выбирает сам под себя. И как-то видеть все эти консоли срачи, байты и тому подобные вещи, если честно, немножко грустно. Вроде бы компании, наоборот, идут на сплочение игроков, давая возможность игры вместе при помощи кросплея, но у пользователей все равно сохранилась эта мерка письками, которая, видимо, никогда и не пройдет. Поэтому, который раз вам повторяю, ребят, выбирайте ту платформу, которая вам больше всего нравится и просто получайте от нее удовольствие. Ну а также не забывайте уважать другое мнение и выборы, ибо в ином случае все эти консоли срачи реально никогда не закончатся. На этом, в принципе, все. Если вдруг вам понравился мой видос, моя позиция, не стесняйтесь ставить лайк, подписываться на канал и самое главное, не забывайте писать свое мнение в комментариях. Большое спасибо за просмотр, друзья, и до новых встреч.